здравствуйте друзья сегодня 12 день пробега автопробега подмосковье севастополь севастополе мы уже побывали день победы встретили и на обратном пути у нас еще несколько точек мы хотели заехать одна из них это город ялта где проживает наш соратник иван фамилия у него как иван попов иван попов вот мы ехали по дороге смотрели видео про него вести крым выпустила как он значит делает необыкновенный рекорд крымский ставит поднялся на гору альпетри с двумя гирями по 24 килограмма и иван попов как сказали в этой передаче называет себя в соцсетях трезвая борода так вот иван расскажи нам немножко о себе как ты попал в ялту вот и что у тебя привело к трезвому образу жизни в ялту я попал абсолютно стихийно то есть я занимаюсь спортом и мне нравятся различные экстремальные подъемы в горы то есть я вспомнил что в детстве бывал на айпетре и решил подняться туда с гирями и получилось так что изменилась моя жизнь потому что действительно девушку и сейчас вместе живем дружно и счастливо то есть ты встретила свою любовь здесь в ялте это радует мы тебя поздравляем от лица нашей организации наших организаций и от лица нашего автопробега мы за вас ну держитесь там давайте деток вам желаем побольше это хорошо иван а трезвый образ жизни сколько лет уже ведете или вы естественный трезвый от рождения с двенадцатого года что повлияло ключевой критерий на эти мы исследуем мы знаем всякое уже много о зависимом типе личности так далее но что же все-таки мы мало знаем это что приводит людей к трезвому образ жизни обратно он же был изначально и что вас привело к нему обратно сложно ответить я сам еще вопрос на ответ на этот вопрос то есть изначально я как ну корылся своих действиях каких-то то есть я получается потом я перестал смотреть телевизор то есть со временем я посмотрел какие-то фильмы и книги связанные почитал книги связанные именно с трезвостью и со славянской культурой то есть и так получилось что в один прекрасный момент я ехал в общественном транспорте в трамвае и вот как-то мне пришло какое-то озарение что типа они бросите мне всю эту ерунду я не не стал ждать понедельника и с следующего же дня то есть начал заниматься физкультурой и все пошло-поехало физкультуры знаете физкультуры трезвый образ жизни пришло одновременно да мне в принципе нравился спорт то есть я я знал что в принципе физкультурой можно заменить употребление наркотиков в том числе алкоголя соответственно в дни когда у меня были какие-то сложности с перерыванием с перерыванием этого занятия в котором употребление алкоголя других наркотиков я занимался физкультурой то есть я прямым образом то есть выгонял из себя всю эту мерзость понятно иван сколько лет 38 38 лет какой-то год рождения 81 тыси посмотреть на ивана что можно сказать мы бы ему больше 25 честно говоря трус трудом бы дали выдает конечно пара седых волос в бороде вот но вообще конечно человек выглядит молодо хорошо что делает спорт здоровый образ жизни и правильное питание физкультура и трезвый образ жизни все это вот показывает что молодость сохранить можно очень очень долго уже 38 лет почти 40 ну а где 40 же почти 50 как человек хорошо выглядит иван а ведешь ли какую-то ты общественную деятельность в ялте может быть ты какую-то сказать завлекаешь молодежь вести трезвый образ жизни может это профилактикой занимаешься нет кроме прогулок с гирями в майке трезвая культура и общение с людьми на эту тему то есть только мне подходит и спрашивает а что это вы там гири носите там что вас за майка то есть стихийное такое общение специально ничего не делаю но планирую когда вот начнется сезон настоящий то есть уже когда поедут люди то есть проводить аналогичные опросы на тему выноса алкоголя за поселение то есть уже себе сделал макеты табличек всевозможных листовок также буду выходить такой я знаю питерские ребята выходят на на улице питера и общаться с людьми там фотографироваться типа неплохой способ агитации кстати тоже вполне актуальный вот а здесь в ялте ведь же люди живут не только в курорте наверно здесь и школы же есть правильно ты не думал попробовать себя в роли учителя трезвости школы есть учителем трезвости хотел попробовать меня даже звали в екатеринбурге там много раз то есть ребята местные но видимо не мое это так это отставить не мое надо попробовать знаешь как мало ли таких ну крепких хороших парней которых можно поставить пример у нас и ну по пальцам посчитать так сказать да уже не всех пустят но мы тебя научим тебя пустят что что тебя смущает в принципе ничего но думаю не каждый странно может заниматься всем это не всем мы тебя научим проводить всего один урок 45 минут с поддержкой там видео какое-то покажешь заодно там всего живого общения минут 20 нужно будет ну как бы мы тебя подготовим и будешь найдешь себе аудиторию среди молодежи они будут вместе с тобой гири таскать я думаю что это будет любом случае полезный опыт то есть попробовать можно что получится не знаю отлично все иван записывается к нам на семинар значит семинар у нас пройдут как известно летом мы будем в подмосковье готовить члене трезвости будем разрабатывать параллельно еще дистанционную программу подготовки мы понимаем что нельзя объять необъятное но научиться проводить всего один урок первый для начала это очень важно этот один урок помимо сколько детей сколько им нужно всем первой провести не надо знать сразу там на 10 уроков вперед хотя бы один все мета методика расписано все там выучить пару секунд там уже можно всегда положить конспект перед собой там рядом подглядывать него и в принципе самый главный у нас что это личный пример что ты приходишь и говоришь смотрите я не пью не курю потом дети в конце спрашивают а сколько вам лет ты говоришь 38 все в обмороке все не может это все просто трезвый образ жизни ну понимаешь и физкультура и ты показал нужный пример они этого слушайте как трезвые это ребята классные парни классные мужики понимаешь поэтому я думаю что мы попробуем ивана уговорить хотя бы начать проводить первые уроки почти согласен на начальник на работе глядя на меня то есть он знаешь я такой трезвенек яры то есть вот он а он пьющий человек то есть он реально пьющий вот там все коллеги смеются над ним что мол ты алкаш ну и он глядя на меня то есть то и дело пытается бросить какими-то своими способами из неведанными то есть даже был такой случай символичный то есть у меня значок вот на курточкой на этой мы переодеваемся в одном помещении я как-то повешал куртку переоделся а начальник выходит такой с хитрой такой улыбкой это чё говорит шутка такая или что это в смысле он как достает значок показывает получается что я значок случайно задел ремешком от куртки и он упал ему в карман то есть он значок нашел себя в кармане я такой не нет типа не специально давай заберу то так нет оставь мало ли пригодится то есть теперь он уже начал значок этот носить я ему сказал что он заговоренный все посмеялись но все но человек как бы мысленно хотя бы уже тянется там трезвости пускай там пока не получается а соратники вообще в ялте ты нашел кого-то за сколько здесь проживаешь по времени уже с сентября прошлого года ну смотри уже скоро будет год нашлись ли соратники даже стихийно может быть хоть один найдется или это единственный трезвенник в ялте нет трезвенников много мне девушка трезвенница так уже двое нет много-много трезвенников то есть в интернете пока не меряем и переписываемся и они есть если и в ялте и в севастополе я знаю везде то есть численность мне неизвестно смотри просто мы вот сейчас в рамках нашего автопробега по и не сказать узнали как тут обстоят дела и поняли что у нас профилактика и тут туговато но в частности с уроками трезвости а это самая прогрессивная форма профилактики употребления психоактивных веществ именно уроки трезвости как форма и об этом здесь вообще никто ничего не слышал и конечно надо эту тему продвигать мы будем стараться и севастополе в крыму как бы делиться опытом и сюда эту культуру проведения профилактических мероприятий переводить потому что когда здесь была украина тут вообще как сказать все застыло в семидесятом году поэтому мы рады с тобой познакомиться и будем надеяться на то что ты станешь опорой по крайней мере в городе ялте и может быть от вас отсюда помаленьку помаленьку крым начнет тоже сказать к трезвости присоединяться как россия материковая ну что скажем ивану пожелаем ему спортивных успехов новых побед новых рекордов мы будем следить за твоими успехами в соцсетях подписывайтесь на соцсети под роликом мы скинем ссылочку на страницу ивана спасибо тебе большое за встречу рады были скажешь тем прелезвые хорошие нам всем живите трезво делайте добро пока